Сегодня число добровольцев Красного Креста в Брестской области насчитывает порядка 200 тысяч человек. Среди них люди самых разных возрастов, которых объединяет одна цель – забота о тех, кто в этом нуждается. Несмотря на то, что волонтерство, как известно, включает в себя широкий круг деятельности, предполагает активную работу по оказанию помощи, с каждым годом желающих пополнить ряды организаций становится все больше. В первую очередь это учащиеся учреждения образования, представители здравоохранения и работники предприятий. С совместными усилиями им удается справляться с выполнением самых разных по сложности задач. Подведение итогов за 2014-й показало представителями Красного Креста Брестской области проделана большая плодотворная работа. И несмотря на сложности, им все же удалось выполнить план. На мой взгляд, год был очень удачным для Брестской организации. Все плановые показатели выполнены, и сегодня это является одной из ведущих в республике областных организаций. Надо сказать, что год не очень-то простой был. Год у нас был во многом связан, и трудности были связаны с тем, что у нас в этом году большой поток мигрантов из зоны боевых действий с Украины пошли. И наши ресурсы, конечно, были отличены достаточно, особенно резервы наши были отличены на помощь именно этим жителям. К сожалению, поток этот не мешается, особенно за последнюю неделю у нас поток возрос этот, и в этом году мы будем с этой же проблемой иметь то же дело. Главное желание, а возможности можно найти. Это один из девизов участников волонтерского движения Красного Креста Брестской области. Руководствуясь им, на протяжении года добровольцы пытались разрешить те или иные ситуации. А так как одним из наиболее актуальных направлений их деятельности является помощь одиноким и пожилым людям, детям и инвалидам, то и в 2014-м все силы были направлены на то, чтобы эти категории граждан чувствовали заботу и внимание. Для этого был проведен целый ряд всевозможных мероприятий. Чем примечательна Брестская областная организация, что здесь достаточно устойчивый и хороший уровень волонтерского движения. Это организованное движение, есть ряд проектов, которые поддерживаются международными организациями. И надо сказать, что все основные направления деятельности здесь реализуются благодаря хорошему отрезу волонтеров на хорошем уровне. На расширенном заседании президиума обсуждалась работа по всем направлениям деятельности каждой первичной организации области. А их сегодня ни много ни мало – полторы тысячи. У многих из них высокий рейтинг, а у тех, кому не удалось его достичь, появился стимул в будущем скоординировать свою работу на более качественном уровне. На итоговом заседании не обошли стороной и темы вовлечения новых добровольцев. Хочу сказать, что второй год у нас работает программа привлечения волонтеров более старшего возраста, потому что до этого мы работали только с молодыми волонтерами. Вот второй год мы работаем уже с волонтерами более старшего возраста. И очень горды и очень рады этому, потому что это люди сегодня с большим опытом работы, профессионалы, которые в свободное свое время посвящают оказанию помощи людям, которые в этом нуждаются. То есть, если раньше они были сами получателями помощи, как люди пожилого возраста, то сегодня они уже оказывают эту помощь. Для милосердия нет границ, нет времени. А потому на новом этапе краснокрестовцы будут работать по-новому с той же долей доброты и милосердия к чужой боли и страданию, поскольку таковы эти люди по своим убеждениям.